Сегодняшний вечер таким образом все очень устали, поэтому вначале я немножко расскажу про сами вымирания и про их причины. Это я буду говорить достаточно медленно. Затем я вам расскажу, как эти вымирания отображаются в геологической летописи, как их можно увидеть на земле. А в третьей часть я для желающих покажу образцы, которые принес из музея, так или иначе связанные с вымираниями. Я первый раз за много лет в этой аудитории. Хорошо меня слышно? Правильно я микрофон держу? Все, ладно. Это моя визитная карточка и видно, где, в каких аккаунтах меня можно найти, как меня зовут. Актуальность нашей темы можно определить по Google. Запрос массовые вымирания выдает полмиллиона результатов. На английском языке то же самое, почти миллион. Глобальное потепление на русском языке чуть больше миллиона, а на английском в шесть раз больше. То есть людей этот вопрос интересует. Когда говорят о вымираниях, сразу приходит на ум угроза, живая природа, какие-то вымершие виды и смерть. Если брать научное сообщество, можно провести анализ по базе данных ScienceDirect, которые могут бесплатно пользоваться все студенты университета. Надеюсь, вы знаете об этом. И оказывается, что за последние 30 лет количество статей по массовым вымираниям увеличилось с полутора тысяч до шести в прошлом году тысяч, а статей по глобальному потеплению увеличилось за 30 лет в 13,5 раз. С полутора тысяч до двадцати с лишним тысяч. И уже в этом году написано почти 8 тысяч статей по глобальному потеплению. Последняя колонка справа. Что мы видим внизу? Внизу справа красный график показывает, как повышается температура на Земле за последние 100 лет и чуть больше. Видно, что да, повышается. И чем больше повышается температура, тем больше научные сотрудники пишут статей на эту тему. Слева в таблице показано, что повышается не только температура, но увеличивается содержание углекислого газа, увеличивается метан и, самое главное, увеличивается содержание веселящего газа. Жить становится и теплее, и веселее. Ну и второй вывод. То, что само по себе количество статей и озабоченность научного сообщества не может повлиять на снижение температуры на нашей планете. Что еще вызывает интерес? Интерес, конечно, вызывает то, что в настоящее время очень много видов животных и растений вымирает. И ставится вопрос, что, может быть, вместе с ними вымрет и вид гомо сапиенс, то есть наш с вами вид. Это тоже вызывает беспокойство и появляются в интернете такие страшные картинки. Здесь на помощь приходит YouTube, и кто интересуется, в YouTube может все рассмотреть более красочно, чем я вам буду рассказывать. Современное вымирание получило название шестое вымирание. И у людей складывается впечатление, что значит до наших дней было пять глобальных вымираний. Если мы посмотрим на графики, которые представлены на слайде, мы увидим, что это не совсем так. Было не пять, было больше. Пять было очень крупных, которые затронули всю Землю. И иногда вымирало до 95% видов, которые существовали на Земле. Но вымираний было на самом деле больше, чем пять. И синие звездочки показывают, и можно посчитать, сколько было крупных вымираний. На что еще я обращаю ваше внимание? Сколько бы вымираний не было, количество жизни, биоразнообразие на Земле увеличивалось. Получается, что вымирания на жизнь не смогли повлиять коренным образом. Другой вопрос, который всегда интересует, какова длительность событий вымирания. Иногда кажется, что что-то на Земле происходит, раз и все мы погибли. Ну, это неправильная точка зрения. Бывает противоположная точка зрения, что вымирание происходит миллионы лет. И что не надо беспокоиться, еще много осталось. Проживем. В последнее время ученые научились измерять эти события очень точно. И мы видим, что это очень быстрые события. 50 тысяч лет, 30 тысяч лет и даже 5 тысяч лет для истории Земли – это момент. Это очень быстрые события, которые превращают Землю как бы в безжизненную планету. Как бы, я подчеркиваю. Другой вопрос, как измерять? Я вижу, что здесь есть товарищи с физического факультета. И вопрос «как» – это больше вопрос к физикам. Потому что, чтобы измерить возраст какого-то объекта, нужно найти систему радиоактивных элементов и продуктов их распада в очень хорошей консервной баночке, чтобы никаких не было отходов ни туда, ни оттуда. Для этого используются минералы под названием циркон. Их находят в туфовых прослоях. Я пытаюсь мышкой показать на экране. Видно? Видно. Вот этот туфовый прослой содержит цирконы. И по зернышкам циркона определяют сейчас очень точный возраст геологических объектов. Для времени в 250 миллионов лет точность плюс-минус 48 тысяч – это самая максимальная точность, которая достижима в настоящий момент. Это очень точно. Как, возвращаясь к влиянию массовых вымираний на жизнь, можно задать вопрос, почему жизнь противостояла массовым вымираниям? Здесь на картинке древа жизни из школьных учебников все помнят примерно, что это такое. Здесь на слайде показаны основные ветви живых существ, которые обитают на Земле, и их взаимные связи. И здесь есть наше с вами место. Вот оно, наш листочек под названием Homo sapiens. Это срез на сегодняшний момент. Древо жизни можно представить и по-другому. Можно положить его на шкалу времени и посмотреть, что было в начале, и как по шкале времени жизнь развивалась и увеличивалась. И мы видим, черный сегмент, в начале были бактерии. Все остальное наложилось на них. Бактерии – это основа всей остальной жизни. Что сделала жизнь на планете? Она преобразила Землю, и нижние картинки хорошо нам это показывают. В настоящее время ученые склоняются к мысли о том, что именно бактерии преобразили Землю благодаря своей массе и процессам биогеохимического круговорота. жизнедеятельность бактерий – это основная движущая сила, преобразующая нашу планету. Получается то, что на самом деле не мы, а бактерии – хозяева жизни. С бактериями надо дружить. Что мы с вами на самом деле все и делаем. В каждом из нас живут миллиарды бактерий. Вы об этом прекрасно знаете. Как это видно в истории Земли? Здесь график, хотя и сложный, вот эта серая полоска показывает глобальное вымирание на рубеже 250 миллионов лет. Видим, что до этого на Земле существовали рифы, и они строились каким-то набором организмов. После вымирания на этом рубеже рифов таких вот не осталось. Сохранились только бактериальные постройки, заменившие рифы. Здесь на столе лежат образцы подобных бактериальных образований. Чтобы восстановиться после вымирания, жизни требуется много времени. Если вымирание проходит за десятки тысяч лет, то восстановление занимает 5-10 миллионов лет. И это, конечно, намного дольше. Но зато, что мы видим, после восстановления разнообразие увеличивается слева, все-таки поменьше, чем справа. Произошло увеличение вымирания, то, что было, то, что стало. Ну и, наконец, с чем же связаны вымирания. Чтобы это оценить, ученые что делают? Они смотрят, а что было в это время с другими процессами на Земле. Как вел себя кислород, углекислый газ, какая была вулканическая активность, климат, как вел себя океан. И мы видим, что для каждого вымирания можно найти какие-то особенности других сфер жизни планеты. Для сидящих в зале астрономов интересно еще раз подтвердить те гипотезы, которые говорят, что вымирания на Земле, в общем-то, связаны, возможно, и с падениями космических тел на Землю. Этот график, где крутится моя мышка, показывает, сколько на Землю падало крупных и суперкрупных космических объектов. Чем ближе к нашим дням, тем количество их увеличивается. Это тоже наводит на определенные мысли. Это одна причина. А здесь такие красные мухоморы растут. Это на самом деле не грибы. Это показали так вулканы. И мы видим на каждой звездочке, звездочка это вымирание, какие-то вулканы начинают действовать. И тоже эта деятельность является одной из причин того, что условия жизни на Земле становятся плохими. В целом же, в завершении первой части, мы видим, что причин вымираний в настоящее время выделяется очень много. Это и климат, и вулканизм, импактные события падения космических тел, обстановка в океане, в атмосфере, процесс разноплановый. И, скорее всего, стечение обстоятельств, взаимодействие процессов могут усугубить, увеличить скорость вымираний, которые происходили, происходят и будут происходить на нашей планете. На завершающем рисунке первой части мы видим, что для, например, пермского вымирания строится масса закономерностей, как ведет себя атмосфера, океан, вулканы на период, который соответствует событию вымирания. Это красивый график, который строят геологи, и кажется нам, что так вот все очень просто на Земле устроено. Геологи пошли, увидели, и все это нам нарисовали. Это не совсем так. И мы сейчас переходим ко второй части. Она о том, что на самом деле видят геологи в геологической летописи. Геологическая летопись – это не книга в ее традиционном понимании. На самом деле это слои горных пород, как на экране. Каждый слой – это страничка геологической летописи. Как отражаются события вымирания в этой летописи? Мы идем, берем лопату и начинаем лопатой собирать кости динозавров, например, на границе мела и полиогена. Или, например, после шестого вымирания будут также собирать наши кости. Чтобы… Ну кто? Ясно, что это будут инопланетяне. Чтобы в этом немножко иметь об этом представление, можно перелететь в Китай, к селу Мишань. Это чуть-чуть побольше, чем Казань-село. И вот, когда строили в него эту дорогу, обнажили слои на границе палеозойской и мезозойской эры. Видите, это граница, разрез, породы такие же, как мы с вами встречаем, когда обращаем на них внимание. Например, на берегу Черного моря, Средиземного моря. Такие скалы можно легко увидеть. Сама граница между палеозоем и мезозоем, вот она обозначена на камне, фломастером. Здесь она обозначена на специальном знаке. Ничем не примечательно. Если бы мы с вами пошли, и нам бы не показали, не ткнули носом, мы бы ничего и не увидели. Костей нет. Только присмотревшись и вернувшись к тому рисунку, который для нас кто-то уже сделал, мы можем увидеть здесь и вулканический туф, под туфом увидеть окаменелости и понять, что ага, внизу окаменелости есть, еще до вымирания, затем их раз и нет. И нет ничего, пусто. Здесь еще есть, вот в этом части, а здесь нет. Китайцы сделали из этого геологического объекта памятник природы. Вы видите, можно туда прогуляться, посмотреть, как это все выглядит. Музей под открытым небом. Памятник ископаемым остатком очень маленьким. Этот остаток под микроскопом имеет размер всего 1 мм. но его вознесли на Стеллу. Это, наверное, единственный памятник такому микропалеонтологическому объекту. А как у нас? Мы дальше идем в Кузнецкий бассейн. Это уже Россия. Сразу можно заметить, памятников нет. Но зато это огромные угольные карьеры, где сейчас добывают уголь. И в угле, в черном угле, очень хорошо видны белые прослойки. Я специально вам принес показать, кому интересно, посмотрит. Черный уголь сверху снизу, а между ними белый слоёк. Это слой вулканического туфа, который выпал из облака при извержении вулканов. В угле искать их очень легко. Белые на черном хорошо видно, чем мы там и занимались. Это ландшафты. Это еще не Марс. Это еще Земля. И вот здесь в угле, видите, стрелками показаны такие породы Танштейна, следы древних вулканических извержений. Рядом тоже есть граница между Палеозоем и Мезозоем. И здесь, вы видите, тоже нет костей. Угадать, где находится граница, где произошло вымирание, очень сложно. Для этого нужно изучать фаунистические остатки, находить прослои вулканических туфов, выделять из них циркончики, они, видите, совсем маленькие. Циркончики укажут нам время вулканических событий, и по ним мы сможем определить возраст этих отложений, найти место границы и разобраться с вымиранием в данных условиях на данной территории. Кузнецкий бассейн – это Сибирь, Западная Сибирь. В прошлом году нам удалось посмотреть с нашими студентами, как выглядят породы после вымирания. Случайно нам нефтяники дали возможность поработать с их скважинами. Некоторые скважины были пробурены на севере восточноевропейской платформы. Вот они лежат в ящиках. И в верхней части данного рисунка как раз в то время, которое зафиксировалось в этих породах после Великого вымирания на границе Перми и Триаса. Что там есть? Есть кое-что, но сначала я хочу вам показать, как выглядит нефть под ультрафиолетовым освещением. Это слева и справа одно и то же. Но слева снимок сделан при дневном освещении, а справа при ультрафиолетовом. Видите, как интересно? Здесь мы ничего не видим, как будто бы нет ничего. А если снять при ультрафиолете, сразу видно, вот она где нефть. Бери ложку и черпай. И здесь тоже какая-то чернота. Если не принюхиваться, ничего не увидишь. А при ультрафиолете она как золото блестит. Поэтому его называют черное золото. И так вот, и тут тоже. До вымирания жизнь процветает, можно много чего найти, и растения, и какие-то ракушки. Они хорошо видны даже в керне скважин. А вот после уже хуже. нам удалось найти несколько прослоев вулканического туфа, выделить из них циркона. Опять я вам их показываю. И больше, почти ничего нет. Вот единственные ракушки, которые есть в части, сохранившиеся после вымирания, это единственное, что удалось найти. Это ракушки рачков. Это никакие не моллюски. Это рачки, как креветки. Знаете креветки? Да, только креветки можно есть, а это очень маленькие рачки. Три миллиметра. Их можно тоже есть, но надо очень много поймать. Почему они выжили? Все вымерли, они выжили. Здесь мы сталкиваемся с такой загадкой эволюции, как нужно себя вести. Ответ очень простой. Какой? Нет. Ответ простой. У тебя должны быть либо железные яйца, либо ты должен их класть в разные корзины. Понял? Что это означает? Вот эти маленькие рачки обладают уникальным свойством. Они откладывают такие яйца, с которыми ничего не бывает. Ради интереса голландские ученые возили их в космос. У голландцев нет своих ракет. И они все время устраивают очень интересные эксперименты. Они что-то маленькое, чтобы не очень дорого стоило, дают космонавтам, говорят, вытащите в космос. Они говорят, что хорошо в открытом космическом пространстве 35% яиц в конхострах сохраняется, им все равно. Но здесь стратегия простая. Нужно хорошо защитить свое потомство. Кроме того, яйца маленькие, и они отлично разносятся ветром во все стороны. Что это дает? Это дает то, что можно жить в разных условиях. И эта стратегия присуща какому виду, кроме этих рачков? Она еще присуща и человеку. Человек тоже способен жить в разных условиях. И на север. Я вот сегодня думал, а кто же останется? Кто будет раскапывать? И я, в общем, знаю ответ, но вам не скажу. Потому что человек... Вот мы думаем только все, думаем, что все живут в Казани. Есть еще люди, которые живут в других местах. Так, ну детали мы пропустим. Другая скважина, совсем другое место. Скифская плита. Это предкавказье. Калмыкия. Другая скважина. Другая студентка. Другие горные породы. Другие горные породы. Что интересно с этой скважиной? Мы поехали бы на эту скважину, потому что нам сказали, нефтяники ищут рифы. Нужно помочь найти рифы. Возраст определить. Мы приезжаем, спрашиваем, а возраст какой? Ранний тряс. И мы смотрим, мы мыли эту скважину. Мы взяли ведро с водой. Полдня мыли. Рифов нет. Вместо рифов вот такие белые известняки, совсем на рифы не похожие. Когда мы стали смотреть детально, действительно, ни одного рифообразующего организма нет. Что писать в отчете? Нефтяники ищут рифы, потому что с рифами связано месторождение нефти, а рифов нет. Потому что на границе Великого вымирания великий пробел в рифостроении. Просто некому было их строить, эти рифы. И на завершающем графике, я вам покажу красными стрелками, вы видите перерыв рифы в истории Земли, когда на ней не было ни рифов, не было ни месторождения углей, то есть не было больших лесов. Такие моменты в истории Земли тоже были. В заключение то, что мы с вами уже видели, еще раз я вам повторю, причин у массовых вымираний много. Некоторые причины разворачиваются на наших глазах, мы являемся свидетелями каких-то причин, но всегда за массовыми вымираниями что идет? восстановление, правильно, восстановление и еще больше разнообразия. На этой оптимистичной ноте позвольте мне закончить сегодняшнюю лекцию. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, а потом желающие могут подойти и посмотреть образцы, которые я принес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»